всем привет вот решил сегодня наконец-то снять видео тему одной вещи очень полезные прикольные как я считаю для тех кто занимается рыбалкой на еще многим там начинают заниматься там сразу начинаются такие проблемы как бы не нравится там узлы и там то и все вязать крючки очень многим не нравится это как бы такая самая главная проблема все пытаются какие-то там узлы вязать непонятные что-то придумывать пока не не научиваются нормально вязать но вот я считаю пока человек нормально не научится и даже когда научился может приобрести себе такую штучку эта машинка для вязания крючков скажу почему я именно советую как бы приобрести такую вещь потому что насколько бы мы не умели вязать крючки иногда приходится вязать по темноте иногда приходится кому-то в нетрезвом виде у меня есть такие ребята и по темноте нетрезвом виде там маленькие крючки какие-нибудь неудобные может мы будем в перчатках вязать когда неудобно приходится снимать перчатки при холоде всякие как бы бывают причины там руки в прикормке и леска проскальзывает маленькие какие-нибудь крючки обветренные руки то есть множество всяких причин может быть поэтому эта машинка решает все эти проблемы вот она что мне надо держать как-то крючок что-то там какая-то ювелирная работа машинка все выполняет за нас вот крючки она обрабатывает от первого до шестнадцатого номера поэтому проблемы действительно не должно быть вот так вот она выглядит она приходит в чехле с ней самое смешное у меня такая история произошла с ней было написано что приходит инструкция инструкция у меня не пришло поэтому около месяца я пытался разгадать секрет как же она работает ну в конце разгадал работает машинка на батарейке приходит кстати с батарейкой вот у меня уже машинка находится год я пользуюсь достаточно часто до сих пор работает на этой батарейке обычная батарейка ну давайте я в принципе покажу как она работает вот опять же любая леска любые крючки в мире как бы определенной то есть брать крючки на китай пытаться вставить эту в эту машинку или брать какой-нибудь шнур нахлыстого или еще что-то такое как бы тоже будет немножко неправильно здесь применять здесь лесочка обычная можно плетенку даже применять вот только не самую тонкую потому что плетенка здесь самое смешное она проскальзывает в этой клипсе которая должна здесь фиксировать ночью видите все она почему-то здесь проскальзывает не знаю почему она использовал очень тонкую плетенку и так берем крючок я специально буду использовать маленький крючочек чтобы было видно куда и что здесь все входит не хочу большой очень использую значит здесь есть фиксатор крючка сразу скажу все оранжевые части машинки это именно вот эта вот штучка вот эта кнопка и здесь если присмотритесь под клипсой вот эта штучка это именно подвижные части ну кроме вот этой черной штучки для нем еще дойдем это подвижные части которые фиксируют что-то кнопочка включает на ней написано он значит здесь есть фиксатор крючка мы отодвигаем вот этой кнопочкой set отодвигаем такую металлическую штучку и как видим вот эта оранжевая штучка тоже здесь пластик этот оранжевый он входит во внутрь на пружинке мы засовываем туда крючок ушком можно использовать крючки с ушком можно с лопаточкой машинки полностью наплевать на это она вяжет по-своему кстати в конце выходит самый обычный узел вот как мы вяжем руками самый обычный узел который принято делать также вяжет и машинка даже можно сказать заводской заводской такой прям узел красивый выходит после этого берем лесочку лесочку 030 буду использовать надеюсь что видно здесь оставляем значит так как это работает оставляем сначала надо убедиться что вот эта черная штучка находится не наверху не где-то вот тут болтается а зафиксировано внизу теперь есть эта прорезь здесь мы сзади этой прорези прям под ней пальцем фиксируем леску там но так что мне прям придавлено чтобы она немножко можно было протянуть вставляем в прорезь через прорезь надо чтобы она дошла аж до крючка ну тут вот внизу вот она кликает все она здесь соскочила после этого немножко протягиваем нам надо запас лески небольшой которую мы будем наматывать на сам крючок ложим на вот это вот ложе положили на ложе и сзади через низ все это время удерживаем тут лесочку через низ проводим до немного запас лески проводим так заново вот так сзади проводим опять делаем то есть полный круг вокруг и вставляем под клипсу здесь есть это клипса оп вышли щелчок повторю щелчок все леска зафиксирована у нас сейчас выходит такой как круг сзади берем эту леску которая у нас сзади большой запас и тянем что мы этим делаем мы затянули вот это вот все чтобы у нас не двигалась здесь все было зафиксировано после этого берем и тянем лесочку здесь впереди потому что когда мы тянем сзади она утягивается да ну нам мы просто обязаны затянуть вот эту петлю которая у нас здесь находится тянем за эту лесочку вот у нас есть запас теперь я сразу скажу леска которая находится под клипса и так чтобы вы примерно знали сколько наматывать как бы чего куда леска которая находится здесь под клипсой это леска которая будет наматываться на крючок все что у нас остается сзади машинки, это у нас пойдет от крючка как бы поводок. То есть здесь мы потом привяжем петельку на конце вот этого всего. Ну, все. Мы доходим до вот такого вот состояния, когда у нас все зафиксировано, намотано, и тут, в принципе, работает уже машинка. Мы берем вот эту кнопочку «Он» и сдвигаем ее влево. И она начинает мотать. Делаем пять оборотов. Можно пять, можно больше. Кто как, какой леска, я делаю четыре-пять. Все, мы закончили. Как видите, леска намотана, если тут видно, леска намотана сейчас на цевье крючка, прям подушкам. Это вот эти вот обороты. После этого мы берем нижнее ложе, проводим наверх. И оно фиксируется наверху. Вытаскиваем лесочку, которая под клипсой, и тянем. Главное, чтобы она у нас так не убегала. Чересчур. Ну, если она не тянется, то можно тянуть и за заднюю тоже. Тянем. Сзади. Леска просто очень тонкая, трудно тянуть, выскаливает из пальцев. Тянем за заднюю, за переднюю, желательно вообще за две тянуть. Вот, мы потянули. И после того, как мы уже натянули, опять же, можно за заднюю леску, можно за переднюю, за какую удобнее держать. Тянем наверх. Вниз. Наверх. Тянем наверх. И жмем на кнопочку, которой вначале фиксировали крючок. Крючок освобождается. Откладываем машинку. И видим, что у нас завязан обычный узел. Заводской даже, можно сказать, очень красиво завязан. Я сделал раз, два, три. Я сделал четыре оборота, а не пять. Советую делать пять, чтобы заполнить цевьё. Есть люди, которые вообще, я им даю эту машинку, они делают там по восемь, по десять оборотов. Не знаю, как бы зачем. Всё. После этого, всё, что нам остаётся, отрезать лишнюю леску. Прижечь. И всё. И вот у нас готовый поводок. Отрезаем его здесь, где нам надо, сзади. Делаем петлю, которую я раньше уже показывал, как делать в видео про способ петля в петлю. Делаем петлю. И у нас готовый поводок. Ну что, советую всем эту машинку. Покупайте, пользуйтесь. И удачи на рыбалке. Пока. Пока. Пока.